Здравствуйте, дамы и господа! Ну, во-первых, благодарю вас всех участников и организаторов нефтегазовой конференции. Но это очень мне честно, это сумеет возможность, что, ну, рассказать наш опыт в России и обмен мнений, информации для дальнейших рынок в России. Так что я стараюсь кратко рассказать наш опыт в России и, ну, в данном момент, какие проекты нашей компании реализуются. Я хочу рассказать, и, помимо, и дальнейших проектах тоже чуть-чуть рассказать вам. И потом, я хочу, мне очень интересно, что, как относятся, ну, иностранные компании, как относятся, ну, в России, в России, в России, в России, в России, в России, в России. В прошлом году, создали 1961 году. В прошлом году, как раз 50, в У нас главная офис находится в Японии и японские сотрудники подсчитывают 1600 или в в большом мире примерно 9 тысяч. Мы, ТОИО, как EPC-патриятик, основные деятельности – инжиниринг, проектирование и доставка оборудованных материалов и строительство. Но не только это, еще из ТО до конца мы занимаемся, как EPC-патриятик, используя как хорошее качество проектирование. Наши деятельности в основном при Советском Союзе, но потом мы покажем, всего 32 объектных завода мы установили, и хорошее отношение, лицензия журналистов и членов завода тоже мы во всем мире старает. Но много что есть. И еще у нас есть свои технологии – карбаметр, но тоже это потом я хочу рассказать. ТОИО – более 10,650 предприятий, более 50 стран, но с момента созданного мы завершили специально. Конечно, наш ТОИО, как международный подрядчик, во всем мире есть заказчик, но для нас очень важен ваш русский заказчик. Нижнегаловской дистанции. И, казалось бы, синтез, рукой, все, 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 которые вы участвуете, дальнейшие заказчики. Ну, это наша цемерная сеть, что в России, особенно у нас хорошее качество, но низкие стоимости, почти 2000 сотрудников в Индии, и в Корее тоже. Ну, короче, все будет есть. И сейчас рынок ютной Америки, ну, расцветается, как Петро Брас. Поэтому врачи тоже недавно создали специальную компанию совместно местных предприятий. Ну, это у нас сотрудники. Давайте тогда расскажу. Опыт проектирования в России около 60 предприятий за более чем 40 лет. И мы сотрудничаем с Российским институтом. Конечно, есть трудности в приготовлении проектной документации, но это тоже, но, честно говоря, договоренно были. Сначала проектная документация должен представить в городах и в оборудовании строительства. Так что, ну, конечно, у нас есть уроки института, знакомые, в вашей норме, в СНЕПе. Ну, конечно, это тоже различие другим сторонам. Не различие, да, ну, давайте это я сейчас. До данного момента, ну, в целом, по-теке, ну, при Советской Союзе много обвинительных установок установили. А на данный момент недавно как раз успешно достигнули наш, как, как, поформанс для «Газпрома» «Газпрома нефти-Сарал». Это мы, наши технологии, используя наши технологии «Харбамид» и на основе нашего ВАЗБ проекта «Газпрома нефти-Сарал» сами раздабатывали ретарные проектирования. И, ну, при проекте, ну, критические оборудования мы постановили. А другие оборудования сам заказчик купили. И строительство тоже «Газпрома нефти-Сарал» сам организовали. И как раз, ну, это, это в данный момент уже достигли, а, как, цели. Это «Газпрома» «Газпрома нефти-Сарал» мощности 10-1400 тонн по год. И еще сейчас мы занимаемся для «Газпрома нефти-Сарал» «Газпрома. Но наш заказчик хочет строить завод «Газпрома нефти-Сарал» «Капуррагтан». Но это «Газпрома нефти-Сарал» это специально, но нет специально, между интернет-продактами используя гарантийские лицензиалы. Мы сейчас как раз занимаемся детальными проектированием соответствующие все ваши отечественные нормы и стандарты. К сожалению, мы тоже представили наше предварительное закупочное оборудование, но у них есть достаточно инженер, поэтому они решили, что сами купить оборудование. Есть старательства, у них есть местные старательства, они могут контролировать, управлять, поэтому они будут сами строить. Так что специальное чипно и на основе голландских лицензиаторов название DSM, мы базовый проект тоже помогали DSM и проектирование для них особенно технологические части и распоряжение, ну как сказать, целости мы проектируем. в соответствии с российским нормам. И недавно заключили контракт между Нижним Камским нефтихин полистириором. Это полистириор, мощность 50 тысяч тонн по году. Это тоже полистириор, у нас тоже есть свои технологии, ну как рецепт, но не только мы, то и пищи подряд, у нас есть свои технологии. Так что используя наши свои технологии, полистириор мы проектируем базовые проекты и в соответствии с этим мы занимаемся в дальнейшем проектирование. Без фида, без фида. Сразу проектировали. И старательные части, пожарные части, электрические части, заказчики решили, что используя российский институт, они сами закрутили российский институт и они сами проектили. Но, конечно, исходные данные для заказчиков мы их приготовили. Для старательных заданий или электрики, или потянения, ну как базовый проект мы их приготовили. Так что сейчас в ходе конгресс начали. И этот проект критический материал, но примерно примерно 50% мы запустили контракт и для того, чтобы достигнуть графика, который заказчик хочет, мы стараемся, что умеет считать срок. Ну это история, на что. Ну потом я приготовил фотографию. Это российский проект по СПГ. 2003 года начинал работ и в течение примерно 5 лет совершили проект успешно. Это контракт под Куриэджи, ИПЩи, и заказчик шер, ну в данном моменте. А сейчас Газкром, это 50, плюс 1 акция. И совместно тоже японский ИПЩи подряд, Чиода, создали консориум, ну это джоинтвейджа, можно сказать. Ну конечно, это СПГ, специальные технологии, и Чиода есть много опыта строить, по всем виду СПГ, и технологии установка Чиода основная, кроме технологических частей, подготовка территории, но причем тоже той и экспорт нефтяной тоже мы проектировали, совместно двигаться, переработка и коксаки монтаж. И еще конечно на площадке много строительных организаций, не только японские строительные организации, как известно Кадима, Ишиницу, турецкие строительные организации, русские строительные организации, и корецкие строительные организации, но это как раз я тоже взялся в этот проект как инженер, примерно 3-2 года я работал в поселке, 9 поселок и работал там вместе. И так что тогда трудность такая, в вашей норме, но стандарты, когда передачи и показать органы, надо приготовить акт приема, как акт, короче, многие акты есть, по вашим формам, это тоже трудность для иностранных компаний, но это, как сказать, контент, это то же самое, поэтому надо привыкнуть, нам надо привыкнуть, это тоже но честно говоря, это графная тварь, поэтому у меня есть лицензия по строительству, но в данном моменте трудности прямо в предприятии российской строительной организации, поэтому нам надо помощи как турецкие строительные организации, которые есть форма слабо говорить по-русски и по-английски, конечно, на ТОИО нет такого человека вразить русский язык и вразить строительную организацию, но это тоже проблема, для иностранной организации. И СИТОДИЯ, как хотел вас познакомиться, на СИТОДИЯ, это преимущество более чем 40-летнее сотрудничество с лицензиатором и членом производства компании ЛАМАС и опыта работа много, СНУЛЯ, ТОДИ, 39 проектов. И как бы в курсе сейчас проверится много и члензавод. СИБУР тоже, ТОБОРСКИ, ЗАПСИГУДУБА, ИНИКАУС тоже сейчас проектировали, начали проектировать базовые проекты, 100 миллионов и членов. И ЛУКОЛЬ тоже в ДНОВК есть, ПРАН есть, еще УФО тоже новые компании ЮПИСИ тоже проверяются, еще ГАЗПРОМ НЕСИ САЛОВАТ тоже проверяются, и находки Роснефти тоже проверяются. Так что, ну, ГАЗ, что-нибудь надо компентировать. Поэтому, ну, как, вот эта часть, как ТОЁ, есть много опыта, и член производства, может, как, содействовать и друг другу, как, ну, что-нибудь, как команда, одну команду, как, реализовать. Ну, я уверен, что реализовывать проекты. Так что, ну, как ТНГ-ПП, Александр Сергеевич, ну, как раз, в инфровидеах, я согласен, что генпроектировщики, поставщики, генпотребщики, это единая цель, еще обратно на себя и стоят. Ну, я вполне согласен с вами. Так что, как раз, недавно в Таиланде и в Пише-Патриоте совершили сто миллион, сто, сто миллион производителей, десять, сто тонн по год. Это Таиланде, это Дуяшен, Сингапур, совместно с Сибиай, мы совершили, но это и Пише-М, и Пише-Патриоте, и Пише-М. Это Индия и Пише-Патриоте, но это удивительно, очень мало нескольких японских управляющих, большинство наших индийских офис не только проектировали, а закупили обновленных материалов и строителей тоже приобрели из сомнешних проектах. А это уже давно Нидне-Каус Мэйто-Йо, как установили и сейчас тоже работает как раз я был в Нижнекамске смотрели сейчас капитальные ремонты, но их очень доволен. это опыта и нефть переработки, давайте это времени нет, так что давайте это вопрос, это Герландстаг, тоже это это пристроительство на месте и приобрели вместе с клиентом. это это Бразилия тоже ступен дизельта тоже это Бенезерия Бразилия 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 тоже как раз на сахаринском проекте мы заключили контракт ангарсостроительной организации и конечно были трудности но они тоже старались и еще заказ доволен ну конечно качество но сахарин материал тоже ограниченный но заказчику помогает что ну давай это радуга это дверь такая мощная не приобрели в конце конца и нефтяной ойлитарбина ну как резервант коксовский монтаж сзади и тоже наш прямой закручили контракт так что но к сожалению только это но откровенно говоря только сахаринском проекте и PC у нас тоже есть опыт поэтому используя этот опыт тоже хотя один опыт но это тоже опыт мы у нас есть намерение что заключить контракт именно прямой если есть надежные компании но это вопрос тоже конечно как сказать но это мое мнение а не только заказчик а как строительство организации тоже только генеральный гроба решается но это решение может быть неправильно но это решение гроба генеральный так что это мое мнение это тоже есть правильный подход мы считаем но если генеральный не трапится но это иногда невозможно не принимает нас решение так что если работать в россии то мы международным подряд народы очень гибкие очень гибкие чем другими странами но мы готовы к гибкости планирует ли то инжиниринг создать производство россии может быть совместные предприятия с кем очень интересно да но это может быть это всем с уме показывает это не секретно но я не скажу имя заказ но череповцы они мы хотели бы выиграть это это кстати и пищи подкрыть заказ ходит вот к вопросу по еписи в россии сейчас так сказать это движение активно происходит и российские компании с одной стороны производители стремятся выйти дорасти до уровня еписи строительные компании да вот как вы расцениваете в россии в ближайшее время может появиться вот так сказать компания вот соизмеримой с вашей например как сказать ну сейчас поступали вам предложения вот о создании совместного предприятия это не просить такое прямо но откровенное мнение моё личное как большое предприятие как членом это это самому деле нужно по как сотрудничество иностранных компаний а обычный нефтеперереводистовод или акустрим но это у вас есть достаточно уровня технологии они сами могут и могут быть конкретно способ нет необходимости как сказать это зависит от сферы зависит от технологии так что если обусловим то нетрудность попасть потому что достаточно у вас много предприятий есть мы с удовольствием сотрудничали дополняя друг друга потому что наша компания это очень крупная экспертная организация которая хорошо владеет как российскими так и западными нормами правилами мы являемся сами разработчиками государственных национальных стандартов гост-р мы входим в рабочую группу по пересмотрам правил промышленной безопасности ростехнадзора и мы готовы быть партнерами проводниками в тех вопросах сопровождая технические проекты сопровождая контракты зарубежных компаний здесь мы с удовольствием посотрудничаем и я думаю никаких противоречий не будет это будет только на общую взаимовыборчивую тезис пользу субтитры